Выращивание огурцов – один из самых интересных видов сельскохозяйственной деятельности. Но традиционные технологии выращивания этого овоща весьма трудоемки и сложны. Как наладить производство огурцов, чтобы оно было прибыльным и давало продукцию хорошего качества? Как создать успешное фермерское хозяйство в этой отрасли растениеводства? Выясняли Надежда Неткачева и Александр Косицын. Сегодня выращиванием овощей в теплицах в Краснодарском крае занимаются как крупные предприятия, фермерские хозяйства, так и владельцы личных подсобных хозяйств. Фермер из станицы Анастасиевской Олег Чернявский построил на своем участке две теплицы из сотового поликарбоната. Площадью полторы тысячи квадратных метров каждая. Аналогичные теплицы у нас только две. Это израильские теплицы, самые современные, последние технологии использованы. Здесь специально оцинкованное железо, здесь специально рассчитана высота, для того, чтобы растение дышало. То есть, она резко отличается от наших привычных теплиц, там два метра роста, где куча растений, нет дыхания и не хватает растению либо света, либо тепла, либо избыточная влажность. Применение поликарбонатной плёнки обеспечивает нормальную температуру и предотвращает испарение. Во время проветривания растения от насекомых защищают специальные антимоскитные сетки, поэтому нет необходимости в опрыскивании. Двойные воздушные стены и потолок, капельное орошение, универсальная система отопления, минимальное использование пестицидов, вредных для здоровья людей – все эти новшества Олег Чернявский применяет в своей теплице. Мы начали с выставки в Израиле, побывали, посмотрели о том, что у них под каждым кустиком, под каждым деревцем у них капельное орошение, как всё растёт, развивается. И считаем, что в России давно уже пора бы развивать именно тепличные направления. Причём тепличные направления, используя последние новейшие разработки мировые. Вся теплица делится на несколько участков при помощи прозрачных перегородок. На каждом участке создаётся свой микроклимат, который позволяет выращивать в одном месте несколько культур. Олег Чернявский в этом году попробовал рядом с огурцами посадить болгарский перец. О результатах пока ещё судить рано. Овощ должен поспеть как раз к Новому году. На 2-4, на 4-8, и получается, ему не хватает силы вырастить сам же перчик. И поэтому мы обрываем, даже, ну, вот тоже вот, тоже был перчик, но мы обрывали его, чтобы дать жизни и рост вот этому перцу. То есть, когда мы стали обрывать, они стали разрастаться. Такое тепличное хозяйство гарантирует непрерывный производственный цикл. Овощи растут круглый год, независимо от капризов природы. Смысл такой системы – как в повышении урожайности, так и в выращивании экологически чистых продуктов. Ведь от того, что мы едим и как живём, зависит наша жизнь и здоровье. На экскурсию в теплицу коллегу Чернявскому приходят анастасиевские школьники. Они с удовольствием рассматривают плетущиеся вверх огуречные лианы, интересуются, как растут овощи и как правильно ухаживать за рассадой. «Я не видел никогда таких высоких огурцов». «Мне больше всего понравилось, как растут огурцы. Я таких никогда не видела. И перец. Белые трубы мне понравились. Они обогревают землю, а чёрные трубы – для полива». Первый год оказался для начинающего овощевода вполне удачным. Попробовал выращивать огурцы – получается. Теперь фермер планирует и дальше развиваться. «Хотелось бы как можно быстрее добавить цех переработки и цех упаковки, чтобы у нас был полный цикл от почвы до прилавка. Потому что пока сейчас мы вынуждены перепродавать автовикам, автовики на рынке уже торгуют. То есть мы на конечного потребителя не доходим. Чтобы выйти на конечного потребителя, нам нужно упаковать наш продукт, чтобы он попал в магазины сетевые. Либо переработать его, чтобы он покупал в магазины в виде маринадов или рассолов. То есть это первый шаг». Первый опыт работы в сельском хозяйстве оказался успешным. Значит, он сумеет сделать и следующий шаг. Но для этого нужны средства. На Кубани с 2011 года действует ведомственная целевая программа – поддержка начинающих фермеров на 2012-2014 год. Пока за получением субсидий Олег Чернявский ещё не обратился. Но в ближайшее время сделать это планирует. Надежда Неткочева, Александр Косицын. Программа «События».